всем привет друзья получила такой вот небольшой пакетик и здесь должны быть полевички 50 штук посылочка шла ко мне очень долго за все про все ушло аж 45 дней то есть нереально просто долго и все это время она действительно была в пути то есть это почта китая продавал отправил там через пару дней то есть продавал претензий нет все это почта здесь должны быть транзисторы 7430 это низководные полевички то есть напряжение у них 40 вольт но их преимущество что сопротивление канала у них 1 миллион то есть одна тысячная лома ну там максимум 1 и 3 потушите написано ну что ж посмотрим так это или не так сначала откроем посмотрим что у нас там а вот то сопротивление у них или не так там уже другой раз посмотрим уже без камеры и если оно будет не то то придется уже включать камеру кстати в описании под видео будет ссылочка по которой вы можете посмотреть путь данной посылочки ну естественно будет ссылочка на продавца окнуло 7430 50 штук транзистор в ужасном состоянии уже вы вижу какие выводы черные секундочку я проверю новые не должны были быть или нет нашел переписку там юра по картинке определил что они бушные мы спросили продавца он что-то там отморозился но в общем мы заказали уже так на авось юре понравилось что в случае чего мы деньги возвращаем естественно эту работу которую я делаю потому что вернуть деньги не видит а ну давай возьмем посмотрим там все равно если что там вернуть нам деньги такой знаете просто ему кажется что только туда только написал что у тебя не те транзисторы вам берет и возвращая деньги он же не видит а он там видит я это снимаю но он не видит потом работу по монтажу по заливке по описанию по картинкам которые делают то есть это снять там это пять минут потом это все отработать еще наверно часа три-четыре уходит но имею ввиду в сумме то есть потом отвечать на тупые вопросы продавца и так далее как и подобное но судя по всему здесь 50 штук то есть китайцы правило считать умеет хорошо так примерно сейчас прикину то ровно 50 и в аптеке ни одним больше ни одним меньше транзисторы сто процентов булочные то есть это видно по слою припоя который на их выводах то есть их выпаяли не потом лишние сняли как бы но припой осталось лично мне кажется что это хорошо если они все же бушные за того что их выпаяли из мусора который китай покупает из америки из других стран вот и конечно это плохо если вот этот вид бушности придали новым транзистором то есть новым перебитым китайцы сами паяльником пошурудели чтобы вы думали что они бушные все хорошо потому что китайцы уже наверное про хавали эту фишку что новую у них фуфла и люди начинают у них брать бушные потому что ну там оригинальный хороший транзистор мы пару раз взяли просто были обалденные транзисторы параметры то есть 1111 в один как даташите некоторых местах даже лучше ну там на пару процентов то есть это оригинальный классный качественный транзистор а когда у них покупаешь новый то это это не оригинальный транзистор это какое-то фуфло корпусированное с нужными надписями чтобы вы думали что это оригинальный транзистор и когда китайцу говоришь слушай что у тебя там транзистор не соответствует они говорят да ты не смотри на этот дата шип и ставь схему там я спросил там своего инженера он сказал что ставишь схему она все работает но так делаем проблем нет все работает смотря что так у вас он там работает если у транзистора допустим сопротивление в два раза больше каналов открытом состояние по гресс он будет в четыре раза больше понятно что of some к это пугавка стоит где тронезитор без теплоотвода-то он пофиг стоишь и не стоишь если у вас к это кое-то силовое устройство где на греется где все рассчитано как бы площадь теплоотвода рассчитана под допустим 5 вода россии вы можете а он получаете с тайки Сопротивление канала в 2 раза больше И там рассеиваемая мощность получается в 4 раза больше То есть 20 Вт Мы проверили данные транзисторы И наши мнения разошлись Юра, которому предназначались данные транзисторы Считает, что они хорошие И очень просил меня, чтобы я не ставил продавцу негативный отзыв Потому что он хочет еще у него что-то купить Лично я считаю, что транзисторы плохие Дело в том, что в принципе похоже Что когда-то это были все же оригинальные транзисторы Но от них остались очень-очень коротенькие выводы Медные выводы причем, подчеркиваю Но китайцы взяли и эти выводы нарастили То есть вот эти вот длинненькие выводы, что вы видите Это не оригинально, они наращены И дело в том, что так как сопротивление канала Данного транзистора в открытом состоянии Одна тысячная Ома То это как бы подразумевает Что транзистор будет коммутировать большие токи Следовательно, выводы должны быть С минимальным сопротивлением То есть они должны быть выполнены из меди Но китайцы при наращивании не использовали дорогую медь А нарастили их стальными выводами И получается, когда вы меряете параметры Если вы щупом коснулись близко к корпусу То вы получаете нужный в даташите 1 миллион Если же вы будете измерять сопротивление на кончике вывода То есть на максимальном удалении от корпуса транзистора То вы получите не 1 миллион, как в даташите А 2 миллиона Получается, что сопротивление вывода Равно сопротивлению канала К чему это может привести И свое мнение я уже высказывал в этом видео Можете его посмотреть Ну и я также честно в отзыве написал Что китайцы нарастили выводы Используя стальной какой-то материал Плохо проводящий Вот так вот Век живи, век учись Никогда бы не подумал Первый раз с этим столкнулся Но имеем, что имеем Лично для меня это неприемлемо И я считаю, что транзисторы плохие Опять же, почему я так считаю Вот в этом вот видео Я не хочу сто раз повторять одно и то же Так что посмотрите Думаю вам понравится Все, всем спасибо Всем пока